Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина, ролеплей, центральный округ. У них здесь Кирилл Путболови, не заводить, у них при инстрации. Итак, пацаны, я так понял, вам понравилось про то, чтобы я рассказал, как я ездил на этом мотоцикле в реальной жизни. Кто не знает, у моего брата был такой же мотоцикл, короче, и я на нем ездил где-то в лет 15-16, сейчас 5-20 лет. Расскажу про этот мотоцикл, в принципе, и какой у него сейчас мотоцикл, тоже расскажу как раз. В том прикол, пацаны, что я сейчас поднял фоточки, короче, вы их увидите тоже, как бы, что на данный момент у моего брата, вот, видите, здесь моделька у нас получается Юпитер 5, а у моего брата была Планета 5, то есть Иш Планета 5, но он его продал. И теперь у него мотоцикл, угадайте какой, я просто реально на фотку посмотрел и охренел, у него сейчас Иш Юпитер 5, как раз же, какой у нас сейчас, прикиньте, я просто охренел. Но только у него заднее крыло другое, вот, именно вот эта часть, вот, вот, именно эта часть у него другая, если что. Но, блин, это так круто, я серьезно не ожидал, я буквально по, только что посмотрел фотки, потому что тем фоткам 2-3 года, поэтому, как бы, да. Я просто охренел от того, что, оказывается, я купил, не как у моего брата был мотик, то есть Иш Планета 5, а какой у него сейчас мотик, это Иш Юпитер 5. Блин, это очень круто, на самом деле, сегодня мы поедем в деревню, я думаю, покатаемся на нем, протестируем его, повспоминаю по рассказу разные истории, я думаю, вам такого формата видос понравится, если да, то поставьте, блин, на лайк и подписывайтесь на канал. Давайте уже добьем эти 12 тысяч, осталось совсем немножко, в принципе, цвет достаточно-таки похожий, кстати, очень похож, но, повторюсь, задняя часть мотоцикла у него другая, у него сидушка другая стоит просто. Вы, в принципе, вот, на картинке там увидите, что изменения все-таки есть. Я специально для вас подпишу, чтобы вы знали, где Юпитер, а где Иш Планета, точнее, где Юпитер, а где Планета 5, чтобы вы знали. Ну, думаю, вы сами там разберетесь. В принципе, они одинакового цвета, что тот синий был, что этот синий у него сейчас, как бы, изменений каких нету, ну, точнее, изменений есть, это два разных мотоцикла, но, по-моему, моторы у них, если я не ошибаюсь, одинаковые. Ну, я не шарю в мотоциклах, я больше шарю в машинах, но, вроде бы, как мотоциклы у них, ну, точнее, моторы у них одинаковые. Может, я ошибаюсь, конечно же. Короче, едем сейчас в Гарель, наверное, скорее всего, там будем тестировать наш мотоцикл. Блин, как он круто выглядит, реально. Вот у брата, грубо говоря, был в таком же самом состоянии. Ну, сейчас, конечно, уже не в таком состоянии, потому что тогда он откапитален у него был, то есть обратно перекрашен. Да, он и первый мотоцикл откапиталил, и второй, чтобы понимали. И что-то здесь всё как-то опасненько. Как бы, да. Ёпт его налево. Так, у нас жёлтый был, в принципе... Ой, это натуре Акена едет на фуре? Серьёзно? По-моему, у него, да, Акена Бирес, я не ошибаюсь. Какие-то чуваки неадекватные за ним едут, стреляют. Эмм. Лол. Чё? Так, короче, в итоге меня крашило. Не знаю, надеюсь, записалась эта часть видео, в принципе. Но, вот, смотрите, я перезашёл, и модель, видите, другая стала. Вот крыло у него. Вот такое у него крыло. Это крыло у него, я так понял, от Юпитера 4-го. Но у него Юпитер 5-й, а крыло вот это задняя сидушка, она снимается полностью. Вместе с крылом. У него именно вот такая же. Вот на картинке, вы видите, в принципе. Блин, вот теперь прям всё, заебись. Но у него, по-моему, этих двух нету? Или есть, я не помню. Ладно, короче, поехали. Что-то меня крашит в последнее время, надо криминалку перестанавливать. Потому что это уже реально не смешно. Меня пруд тупо везде крашит. Как бы, это реально херит просто. Все серии в основном херит. И это очень нехорошо. Поэтому, блин, в ближайшее время просто перестанавливаю криминалку. Заново всё установлю. У меня в модах даже, понимаете, никаких нету. Ни анимации, ничего. Но меня почему-то, блин, крашит. Я не знаю, с чем это связано. Знаю, напишите в комментариях, совместимость я пытался менять. У меня ещё, если что, винда десятая. Совместиво ставил и на седьмую винду, типа, и на восьмую. Но, блин, всё равно крашит. Я не знаю, с чем это связано. Но, хреново, короче. Давайте, наверное, в ПГТ покатаемся. Кстати, да, давайте в ПГТ, типа. Ну, где мой брат живёт, как бы, это не село. Это больше ПГТ, потому что там есть двухэтажные дома, как бы. Ну, очень классное село, кстати, мне очень нравится. Ну, больше он на ПГТ, короче, похож. Давайте тогда поездим в Батырево, в принципе. Чтобы далеко так не ехать. Потому что, мало ли, меня обратно крашит. Это было бы не круто. Блин, дайте бог пласти, конечно. Но намочки нам это не страшно, конечно же. Намочки нам вообще как-то до одного места, в принципе. Поэтому ничего страшного. Блин, вот, блин, как круто просто. Вот вы посмотрите на фотографии мотоцикла моего брата, в принципе. И вы поймёте, что, блин, это круто, когда в игре тоже такой мотоцикл. Типа, это реально круто. О, тут же тоже есть пожарная часть, оказывается. Я не знал. Блин, круто. Или знал, я не помню просто. По-моему, не было здесь пожарной части. Ну, ладно, буду знать. Теперь не буду так далеко ездить. Точнее, ворзоматься не буду ехать. Я буду здесь, если что, работать в МЧС. Так, давайте прокатимся по ПГТ Батырево, в принципе. О, здесь что? Здесь, оказывается, вокзал есть. Причитая много, узнаю об Батырево. Даже дом куплен. А это что? Типа вокзал. А, это отель. Воу, здесь есть отель, оказывается, в Батырево. Хм, прикольно. Есть каждая комната, типа, своя. Так, дверь закрыта. Дверь закрыта. А можно... Видите, тут дверь закрыта, что ли? Так, закрыта. Я просто хотел бы номер отеля посмотреть. Вот здесь еще, блин. А это круто. Так, давайте зайдем в отель, посмотрим. Извиняю, что мы отвлекаемся, конечно. Но, блин, это круто. Можно чисто не давать себе отель. Тем более, в таком неплохом месте, я вам скажу. Типа, холодильник, там все. Блин, круто. Реально круто. Я об этом не знал, серьезно. Извиняюсь, если это глупо выглядит. Но я реально об этом не знал. Продаем КВ в Разомайсе рядом с РМ. Хорошо. Блин. Мне очень нравится отель, это круто. Если бы еще это сделали бизнесом. Итак, надеюсь, сегодня нас боги КРМП услышат, блин. И, наконец-то, мы снимем эту серию. Потому что, понимаете, пацаны, я не могу эту серию снять целый день. Я уже переустанил даже КРМП. Блядь, если меня сейчас крашнет, у меня всего лишь стоит модпак Родины. Я только его устанавливал. Других проектов модпак я еще даже не устанавливал. Только модпак Родины. Вот переустановил игру и установил модпак Родины. Все. Если меня сейчас будет крашить, у меня просто бомбанет и пиздец к компьютеру. Ладно, я шучу, конечно же. Я не такой бомбящий человек, в принципе. Я таким не занимаюсь. Я комп не буду разбивать, там клавиатуру, мышку не буду разбивать. Из-за того, что что-то с моей игрой любимое не то. Короче. Как вы видели, мы поехали в Батырево. Меня крашило. Я переустанул игру. Я не знаю. Вот я зашел на другой проект без модпака. И у меня там крашило. Не знаю, как сейчас здесь пойдет. Я просто сразу зашел. Я не знаю. Те серии записались, которые были крашнуты. И мне получилось их восстановить. Поэтому переходы будут, короче. Там где переходы, пацаны, знаете, это у меня крашнуло, короче, да. Поэтому как-то так. Короче, едем в Батырку, там покатаемся по ПГТ. Потому что, как я говорил чуть ранее, возможно, то, что у меня брата живет в селе. Но село больше на ПГТ похоже, потому что есть там двухэтажные дома. А именно их раз, два, три, да, три дома таких. Ну, блин, охрененное село, пацаны. Ну, я думаю, многие из вас из России и не знают это село, потому что я живу в Украине. Как бы. Но село классное. Я не думаю, что кто-то, возможно, оттуда. Потому что это нереально. Там не у всех интернет есть, в принципе. Ну, зато там воздух чистый, охуенно. Все заебись. Так, поехали. Сейчас попробую проехать через Батырево. Надеюсь, меня не крашнет. Просто я на это надеюсь, блин. Уже, как-то, знаете, на сцене даже у меня не было снимать. Из-за того, что, блядь, крашит просто. Давайте проверимся по Батырево быстренько. И будем надеяться на то, что меня не крашнет. Так, здесь у нас, кстати, аренда машин есть. Блин, если я купил бы, на самом деле, Volkswagen CC. Он такой симпатичный. Выглядит круто. Так, где здесь это столовая? Аренда транспорта. Вход бесплатный. 24 на 7. Магазин одежды. Ну, такое. Ладно, в принципе. Поехали покатаемся по ПКТ. Да, у нас вот такие вот домики, грубо говоря. Вот. В моем селе вот такие, грубо говоря, домики. Двухэтажные. Есть. Поэтому. Ну да, получается, может, ПКТ даже. И нахуй я на село, блин. Я давно там, кстати, не был. Надо будет съездить. А то я по делам только там ездил. Иногда. А так больше, что он не ездил. Так, чувак на фуре здесь. А, здесь у нас, типа, базный для бойщиков. Ё. Или разрузка, или загрузка. А, ну да, тут тоже дальнобойщики есть. Блин. Я что-то много узнал нового. Про Батырево именно. Это прикольно. А я, пацаны, ездил аж далеко на дальнобойщик. Теперь буду знать, что здесь тоже можно поработать. На самом деле, лучше бы здесь банк сделали. А не... Бар. Было бы покруче. Так, чувака, колеса пробиты. А кто их-то расстреливает-то, я не понимаю. Так, здесь у нас красный. Кстати, надо бы заправиться. Мотоцикл я еще не заправлял. Давайте попробуем, кстати, сейчас заправиться. Немножко. Так, здесь у нас фура едет. Мне это не нравится, блядь. Блядь. Что-то мне это стрёмно так. Пожалуйста. Спасибо. Можно мне заправиться? Только не взрывайся. Так, пишем команду fill. Какой у нас бензин есть в мотоцикле? 95-й. Ну, окей. 55 литров, короче, берем. Заправляем и поехали. Так, блин, я на красный проехал. Что-то я не заметил. Ну, ладно. Короче, погнали по ПГТ покатаемся. Южный. Южный мой родной город. Только... А, это мирно здесь написано. Давайте, кстати, скриншотик делаем. На фоне вот такого вот вида. Вот прям вот. Вот прям вот так вот. Шикарно, чтобы было. Так. А то я забуду еще скриншотик сделать. Уже не крашит. Это меня радует. Фу, конечно. А то мало ли, что, блин. Я, конечно, давно криминалку не перестанавливал. Перестанил. Ну, здесь все нормально. На другом проекте почему-то все же краш там до сих пор. Ну, да пофиг. Главное, что на родине все заебись. Поэтому нас это не парит, короче. Все, погнали аккуратненько. Так. Оп. Опачки. Мы можем же заехать на этот полигон, на мотоцикле. Вот это, пацаны, круто. Вот это сейчас будет по катушке по ПГТ, блядь. Оп. Оп, пошла жара. Но я надеюсь, это не считается, типа, за ЕПП. Потому что я все-таки заехал на полигон военный, как бы. Я думаю, это нормально. Блин, всегда хотел сюда попасть. И, блин, мотик дал мне такую возможность. Потому что пешком бегать здесь было бы довольно-таки скучно. А на мотоцикле покататься это уже другое дело. Согласитесь? Ух ты, ёпта. Вообще по кайфу. По кайфу просто заебись. А ну-ка сейчас покорим эти горки. Опа. Почти идеально. Если бы еще бочку влетела, это было бы вообще эпично. Ну, территория нормальная. Что, типа, отрабатывать? Там какие-то военные действия, там и так далее. Будет, я думаю, здесь довольно-таки круто. Кстати, блин, здесь бы на оффроуде. Но у меня машин нету для оффроуда вообще. О, как мы в полете просто приземлились аккуратненько. Кстати, у меня рулетки же есть, точно. Давайте их покруйте. У меня, по-моему, так, из-за него рулетки. У меня, по-моему, сколько их было. Так, стоп, отмена. ММ. Рулетка. Рулетка. О, у меня пять прокруток аж, пацаны. У меня пять прокруток. Ну, ладно, давайте этим займемся в следующей серии. Посмотрим, что у меня выпадет из пяти рулеток. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал в следующей серии. Я обещаю вам, что будет очень классно. У меня интересная задумка появилась. Да, правда, от этого у меня не будет очень, очень стрёмно будет эта идея. Но всё же, вы узнаете в следующей серии. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok